Китай выступил с жестким заявлением по России Главное китайское информагентство Синьхуа, всегда выражающую точку зрения правительства Китая, выступило с подробным и очень жестким заявлением о вбросах об отношениях Поднебесной с Россией. Их, напомним, с упоением и энтузиазмом распространяют не только блогеры в соцсетях, но и ведущие либеральные СМИ в России на Украине западная пресса. В последнее время все чаще попадаются мнения о том, что Китай не видит никаких перспектив улучшения экономической ситуации в России. Россия находится в тотальной зависимости от КНР. Китайско-российские торгово-экономические связи катятся под горку. У межгосударственных отношений двух стран нет будущего и так далее. Возмущен рупор правительства Китая. Никому неизвестно, где только находятся основания для подобных мнений. Межгосударственные связи способны пройти проверку на прочность перед любыми вызовами, заявляет Пекин, перечисляя направление взаимоотношений. Журналисты вспоминают слова Си Цзиньпиня, президента России и главы МИД РФ о том, что нынешние отношения являются наилучшими за всю историю развития связей между нашими странами и народами. За три года Россия стала страной, визиты Си Цзиньпиня в которую принесли наиболее значимые плоды. Встречи между председателем Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным проводятся все чаще, напоминает Синьхуа. Также информагентство разъясняет позицию Китая по вбросам, широко разошедшимся по соцсетям и СМИ всего мира. Оно подтверждает, да, китайско-российский товарооборот продемонстрировал очевидное снижение. Однако не стоит беспокоиться по поводу данного показателя, ведь важно понимать, что снижаются объемы торговли не только между Китаями и Россией. Глобальная экономика в целом переживает период трансформации, а международная торговля продолжает идти на спад, пишут китайские правительственные эксперты. Они напоминают, что при всем этом экономика России испытывает огромное давление из-за западных санкций и снижения мировых цен на нефть, а китайская экономика вступает в период новых реалий. Группнейшим достижением последних лет Китай считает сопряжение своей инициативы «Один пояс, один путь» экономический пояс шелкового пути и морской шелковый путь 21 века с российской инициативой строительства Евразийского экономического союза. «У России и Китая множество планов, которые помимо энергетики, помимо чисто углеводородных совместных проектов касаются высоких технологий в атомной энергетике, космической и авиастроительной областях», сообщается в статье правительственного информагентства. Пекин показательно завершает статью напоминанием древней пословицы «друг познается в беде», добавив величиво дипломатическое «про мудрость и дальновидность лидеров взаимопонимания народов». Также эксперты Синьхуа уверены, что вместе Россия и КНР смогут выстоять перед лицом любых вызовов. Напомним, что еще в 2014 году Синьхуа выступила с заявлением, которое можно трактовать только как «однозначное обвинение Запада и США в организации переворота на Украине». После этого Пекин отказался голосовать в ООН за антироссийские резолюции, а также сообщил о неизбежности войны с США. Кроме того, китайские СМИ многократно отмечали, чем русским труднее, тем они сильнее. Также Китай готов оказать России любую посильную помощь от экономической до военной. Об этом заявил в эфире гонконгского телеканала Фэн Хуан, министр иностранных дел КНР Ван И. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся!